Музыка Если изменить негативное мышление, застарелое убеждение, это все приведет к избавлению от многочисленных проблем и заболеваний. Каждая неправильная установка приводит к возникновению определенных психосоматических расстройств. Например, рак – это застарелые обиды. Молочница – это подсознательное неприятие полового партнера. Аллергия – это нежелание принять в своей жизни чего-то или кого-то, может быть даже себя. Неполадки щитовидной железой – это недовольство своим качеством в жизни. Это только некоторые психологические эквиваленты заболевания. Еще в греческой философии и медицине была распространена мысль о влиянии души и духа на тело человека. Причиной появления многих недугов может быть психосоматика. Психосоматические заболевания – это заболевания внутренних органов и систем, возникающие в результате душевного неблагополучия. Для нормальной работы человеческого организма психологическое состояние не менее важно, чем физическое. Психосоматические заболевания или психосоматика проявляются симптомами заболеваний внутренних органов. Но их причина находится в неполадках нервной системы. Нестабильные эмоции, нервнешанное поведение – все это приводит к появлению заболеваний. Любой дисбаланс психики отражается на работе всего организма. Негативные эмоции, чувство обиды, зависти, злобы, ненависти, вины – это основные причины психосоматической болезни. Многочисленные исследования выявили закономерность. Чаще всего онкология проявляется после перенесенных психологических потрясений, засорелых обид, разочарований, которые человек пережил. Неумение отпускать ситуацию усугубляет состояние. Но шансы на положительный прогноз возрастают, если людям не сдаются, не пускают руки, обращаются за помощью, продолжают жить полноценной жизнью, общаются с друзьями, близкими. Стереотипное мышление, сформированное благодаря отрицательному опыту, способствует развитию заболеваний. Болезнь не возникает просто так. Она посылается для того, чтобы человек осознал психологическую причину. И причины болезни исчезают, когда человек осознает свои эмоциональные проблемы. Положительный эффект не заставит себя долго ждать. Когда душевное равновесие установлено, это повлечет за собой улучшение здоровья. Что касается детской психосоматики, расскажу случай из практики. Ко мне обратилась молодая женщина, которая пыталась рассказать о здоровье своего мужа. Ее муж, много работающий, много зарабатывающий человек, дома постоянно кричит на свою жену и ребенка. В конце беседы женщина поинтересовалась, нет ли у меня знакомого невропатолога, специалиста по детским тикам. Не надо быть семипядей во лбу, чтобы понять простую вещь. Большинство невротических симптомов у детей – это проблемы с родителями. С возрастом увеличивается риск настоящих соматических заболеваний. Нужно только не пропустить их начало. Если чувствуете, что в жизни что-то идет не так, и вы сами не можете выкарабкаться из ситуации, не стесняйтесь обращаться за помощью. Психологическая помощь поможет в обучении методам релаксации и работы над собой, повысит уверенность в себе, поможет развить навыки самоподдержки, переживания обид и негативных эмоций, научит экологично справляться с конфликтными ситуациями. Вечером необходимо обдумать день и вспомнить, были ли сожаления о прошлом – это потеря энергии. Нельзя быть недовольным настоящим и бояться будущего, а также предъявлять кому-то претензии. Обиду нельзя пускать внутрь, а внешне ее нужно проявлять. Нельзя отрицательные эмоции пускать внутрь, их нужно проявлять вовне. Вам сделали плохо? Ты не держи это в себе. Ты выяви. Приди домой. Дома – конфликт. Возьми тарелки, побей их. Их для этого покупают, чтобы разбивать во время ссоры. Можно массу привести примеров, как не пускать обиду внутрь. В заповедях что сказано? Если тебя ударили по одной щеке, подставь другую. Но это только одна половина фразы. Вторую никто не упоминает. Если ты будешь подставлять все время щеку, ты будешь ходить с перекошенной физиономией всю жизнь. Поэтому нельзя быть всепрощенцем. Если тебя физически обидели, ты должен защищаться адекватно, но не предъявлять претензий тому, кто тебе это сделал. Поскольку не просто так тебе притянуло эту ситуацию и этого человека. Этим человеком тебе показали на твои недостатки в тебе. И ты должен понять их и исправить в себе. Пришел домой, сними эти претензии, какие у тебя были. Не надо извиняться ходить. Не надо письма покаянные слать. Просто у себя внутри нужно снять эти претензии. Сколько есть заповедей? Много разных. Девять основных заповедей. Не убей, не укради. Уныние и прочее. Так вот, если ваши дети будут голодать, вы что не пойдете и не украдете? Да за милую душу. Потому что личные интересы нужно защищать свои. Но при этом никогда не пускать вовнутрь. Что требовалось в заповедях? Нужно помещать внутрь себя эти заповеди. Внешне их нельзя проявлять. Никакие. То есть возлюби ближнего своего, как себя самого. И все говорят, нужно возлюбить ближнего своего. И никто не задумывается, что вторая фраза, как себя самого. А себя самого мало кто любит. А нужно любить себя. В первую очередь. Субтитры создавал DimaTorzok